Особый климат и чистый воздух старого Крыма обладают лечебными свойствами. Это древнее место богато не только многовековой историей, но и зарослями можжевельников. Вечно зеленое хвойное – самый мощный санитар воздушной среды. Более того, растение занесено в Красную книгу России. Массив Агармыш – самая восточная часть внутренней гряды Крымских гор. В прошлом веке на его территории общей площадью 40 гектаров основан комплексный памятник природы общегосударственного значения – Агармышский лес, которому больше 200 лет. Здесь растут заповедные грабы, буки, дубы и много медоносных эндемиков. Теперь все это биологическое разнообразие под угрозой исчезновения. Кроме того, эта гора – Карст. Карстовые полости собирают воду, которая потом выходит наружу у всех склонов массива. Растворяя верхнеюрские известняки, течения образуют разнообразные гроты, колодцы, шахты и пещеры. Сама по себе вот эта гряда Гармыш – это жизненно необходимый экологический объект не только для Старого Крыма, а для всего Восточного Крыма. Почему? Потому что между большим и малым Агармышом там есть глубинный колодец – Субаш. Это наш колодец, который питает водой весь Восточный Крым. Питал. После открытия здесь первого карьера по добыче щебня, вся природная водоносная система разрушилась. А ведь до этого в Старом Крыму было больше сотни родников. Не так давно стала доступна информация о другом открывающемся карьере – на гребне одного из хребтов в непосредственной близости к городу, прямо возле строящегося детского сада. Там же по проекту генерального плана предполагается строительство жилого микрорайона, который как минимум на 50% решит проблему жилья в Старом Крыму. По открытию нового карьера мы знали уже давно. И давно начали писать уже в прокуратуру, письмо дошло и до Министерства экологии Крыма. Вопрос этот начал понемножку затягиваться. К нам приезжали представители, предлагали там всевозможные, как говорится, варианты, чтобы его открыть. Но мы вместе с народом, с администрацией, с горсоветом города выражаем решительное нет открытию нового карьера. Вообще до лета этого года еще один карьер никаким образом не вписывался в планы муниципалитета. Да и о какой новой каменоломне может идти речь, когда неподалеку с союзных времен и так функционируют две старых, создавая местным жителям массу проблем. Старокрымский карьер появился самым первым в 1963 году. Именно его местные жители требуют закрыть. Гора Агармыш – природоохранная зона, поэтому ликвидировать вредную добычу должны были еще в 90-х годах. Люди замечают, климат изменился не в лучшую сторону, а с водой, которой Агармыш обеспечивает весь город и близлежащие села, постоянные проблемы. Вода текла просто из гор, их много, а сейчас мы сидим без воды. Только как открылись карьеры, сразу вода наша ушла. Видела город Старый Крым в 1965 году, который можно было назвать райским уголком. Я своими ногами ходила поверху малого Агармыша, который внутри абсолютно уничтожен. Это ад. То же самое могло сделать с большим Агармышом. От безысходности люди написали петицию в интернете, и это буквально крик души. Муниципальная же власть вынесла вопрос на всеобщее обсуждение. Глава республики дал очередность. Сначала согласовать месторождение с местными властями и муниципалитетами, а потом только уже делать сбор документов. К сожалению, они сначала делают землеотвод, а потом пытаются о согласовании. Данный вопрос, как глава администрации, я принять не могу самостоятельно. Обратившиеся к депутатскому корпусу Старого Крыма вынесли вопрос на общественные слушания. Но судя по тому, сколько собралось сегодня людей, вы понимаете, что люди категорически возражают. Более двух с половиной тысяч человек пришло в городской парк, чтобы не допустить ущемления своих прав на нормальные условия жизни. Всех участников регистрировали, чтобы в дальнейшем, по результатам открытого голосования, составить протокол и направить его главе республики. Подписываемся за то, чтобы у нас не было еще одного карьера. А лучше и тех двух. Мы за чистую экологию в нашем городе, потому что каждый карьер – это минус нашей колодцы и наша вода. Карьером нет. Таково воля изъявления старокрымского населения. Мнение всех, кто пришел на публичные слушания, было однозначным. Буквально с лета мы узнали о том, что на горе Агармыш планируется открытие нового карьера. Поэтому, чтобы сегодня высказать точку зрения населения, нужно провести встречу с населением, публичные слушания, чтобы население могло высказать категоричное свое «нет». Кто против карьера? Республиканские парламентарии, в свою очередь, уверяют – мнение людей будет услышано. Карьер действовал еще с советских времен, работал и при Украине. Но, тем не менее, выслушав все аргументы против работы этого карьера, мы приняли решение, ввиду выявленных нарушений, приостановить эту работу. И, насколько я знаю, с 1 января у них заканчивается договор аренды. И я так понимаю, что местные власти категорически против его продления. То есть, с 1 января он юридически уже прекращает свою деятельность. То есть, фактически, он уже не работает, а с 1 января, до юра, этот карьер не будет торговать. Карьеры необходимы, конечно. Такой объем строительства, как сегодня происходит в Крыму. Это строительная площадка. У нас Крым, как выглядит-ка строительная площадка. Карьеры нужны. Но надо и подыскивать место для использования карьеров немножко в других территориях, в других регионах республики. То есть, те, что могут быть спокойными? Я думаю, что глава принят правильное решение в этом плане. Чем закончится эта животрепещущая история и внемлет ли власть голосу народа, покажет время. ИТВ следит за развитием событий.